Барнаульский речной порт И надумал построить корабль по образцу старинного струга, посвятив его великому сибирскому атаману Ермаку Заложить корабль приехал уже под зиму на берега Телецкого в Артыбаш Для начала работ нужно было найти килевое бревно, это своего рода костяк, на котором и держится весь корабль Бревно требовалось особое, сухое, толстое и не меньше 8 метров длиной А между тем на дворе была зима, обратился к местному батюшке И тут случилась первая счастливая странность Он говорит, ну где же вы его возьмете, сани-то летом готовят Кто вам его тут приготовил, еще сухое тут Ну и стою, сугробы метровые, пинаю, раз, что-то твердое, ну господи, неужто Под ногами оказалось не что-нибудь, а бревно 8,5 метров Вот оно, на своем месте держит всю конструкцию корабля Значит, кто-то все же приготовил Вокруг него и начал строить Стоит ли говорить, что было трудно Друзья помогали, конечно, но основное все равно руками Сергея Не раз хотел сжечь, отговаривали Случайности тем временем продолжали происходить Однажды мыл лестницу, ведущую в кубрик Поскользнулся и полетел с двухметровой высоты спиной прямо на бревно Ударился и лежу, думаю, ну все, конец Позвоночник переломал или ребра, тело гудит Думаю, вот так вот спустил я корабль, походил, думаю Вот, лежу, думаю, господи Но начал шевелиться и оказалось, что спина, до этого болевшая от напряженной работы, больше не болит Удар странным образом вылечил, хотя синяк не сходил долго Когда закончил, отговаривали уже от другого везти корабль в Барнаул Ведь путь пролегал по горным рекам, где даже порой на рафтах опасно ходить Не пройдешь, говорили доброжелатели А пробовал, кто, резонно отвечал Сергей И решил, раз Господь дал построить судно, не даст ему и погибнуть Хотя бывало страшно Бывало, налетал на большие глыбы, каменные Ну, они такие, как овалы И корабль аж прям перелазил через эти камни Может, поэтому после всех испытаний у Сергея отношения с Ермаком особенные, почти личные Верно правду говорят, когда вкладываешь в какую-то вещь душу, она также начинает оживать А тут есть даже общая добрая примета Когда идем мы в походы, мы меняемся с Ермаком Тимофеевичем рубинами Без него не ходим в поход Ну, он как, все-таки князь сибирский Отправимся и мы в путь Просторный кубрик, даже баня есть Хоть сейчас иди в поход Но пока решили сходить недалеко Весла пока только в проекте, так что включаем дизеля Ходить по обе, даже в тумане, одно удовольствие Легко по сравнению с Бией Небо и земля Идешь по бакинам Судовой ход Створы Идем, правда, на одном двигателе Второй барахлит и никак не заводится Вдруг вспоминаем, на большую воду вышли А камнем-то с Ермаком не обменялись Исправляемся И тут же, после очередной попытки, двигатель запускается И сразу же расходится туман и появляется солнце Решаем ставить парус На безветрии толку от него мало, конечно Но тут он скорее как знамя, как икона Эх, вот так идешь по великой сибирской реке Опь И вроде бы что-то умное сказать надо А говорить не хочется Петь хочется Споем? Споем В планах на следующее лето Большое путешествие по рекам Сибири Сергей говорит, будет рад добрым попутчикам и помощникам А пока стоит у Барнаульского причала И изредка катает желающих Вместо платы пожертвования, кто сколько может Планов много, но пока главная забота Куда поставить Ермака с наступлением зимы Идей пока нет Подходящее место тоже Но верят Господь и добрые люди, как всегда, помогут Илья Кочетков, Николай Шилко Наши новости Редактор субтитров А.Семкин